Сегодня вашему вниманию мы представляем документальный фильм «Своих не бросаем», который расскажет об истории города Свердловска, Луганской Народной Республики, которая вошла в состав Российской Федерации в сентябре прошлого года. Луганской Народной Республики Это очень острые в памяти события 2014 года. Тогда прибыли танки, был расстрелян обычный пассажирский автобус, погибли люди, и шахтеры были вынуждены взять в руки оружие. В 2014 году еще к нам пришла украинская армия для того, чтобы нас уничтожать. Уничтожать за то, что мы посмели сказать свое «нет» тому беспределу, который происходил в Киеве. Приехали они, конечно, по серьезному, на тяжелой технике, с помощью авиации, артиллерии, начали убивать в наших мирных трудях, которых просто обозвали сепаратистами, террористами. И пошло уничтожение, война. Фильм очень такой сердечный. И больше всего мне, конечно, что поразило в этом фильме – лица людей, взгляд, глаза наполнены полных слез. Жалко, ребят, ну что там говорить? Это, ну как это вот говорят, Луганская республика. Я согласен? Да, Луганская, но это же Россия, получается. Сейчас это Россия. Ворсит за Красноярский. Да, именно. Откликнули, что ты меня? Да, правильно. Ну это же Россия. Как мы без этого можем жить? Когда просто ездишь по улицам города, очень заметно, что там мало мужчин. И тем значимой помощи Красноярского края, которую мы сейчас оказываем в Свердловску, когда туда приехали наши строители, потому что там просто некому делать эту работу. В городе Свердловске проживают мои близкие родственники. И всегда вспоминаю их слова, когда они приезжали к нам в гости. Они говорили, да какие же мы украинцы, да в какой же мы украине-то живем. Да мы русские, и живем-то мы в России. И я очень рада, что сейчас они россияне не на словах, а на деле. Спасибо вам за фильм. Вначале, как комп собрался внутри, вот действительно что-то такое тяжелое, прям тяжело. И ты понимаешь, что наша помощь, помощь Красноярского края, она нужна этим людям. Они просто в ней нуждаются. И вот мы им от всей души, от чистого сердца ее оказываем. И это огромный-огромный-огромный плюс. АПЛОДИСМЕНТЫ Как долго не сомневались, что они поехали помогать братьям нашим? Служу с 2014 года, бывший шахтер, теперь военный. Из 15 шахт, там 5 шахт сейчас только работает. Вы увидите в фильме военного, который раньше был обычным шахтером. И он просто был вынужден взять оружие в руки, чтобы защищать свою семью, свою родину. Первых было у нас 50 человек. Вот этот человек служит с нами с первого дня. Она сначала говорила кушать нам, а теперь спасает нас. И пришла за мужем. И муж на нее у нас здесь, с ним. И она вот этими ручками... Сколько человек спасла? Много, очень много. Она сперва дня с нами. В фильме вы увидите не только строительство. Вы увидите, как живет город. Вы увидите многоэтажки, и заметьте, там часто пустуют верхние этажи. И это не только из-за того, что часть населения покинула город после событий 2014 года. В многоэтажках Свердловска не работают лифты, нет водоснабжения, нет газоснабжения. Люди вынуждены пешком подниматься на самые высокие этажи. Естественно, пожилые люди с этим не справляются. И вынуждены бросать свои квартиры. Когда мы даже сюда собирались, мы думали, ну вот и так вроде бы уже много чего знаем, да. Но это было откровение. Очень много информации сейчас про Луганскую, Донецкую, все каналы говорят. Но то, что у нас покровительство Краснодарского края, городу Свердловску, Луганской области, я только от вас узнал. Мы писали людей, которые были настолько искренне благодарны и верили, что сейчас их небольшая территория войдет в состав России, что это всегда заканчивалось слезами. Спасибо, что вы нас не бросали. Сейчас буду плакать. Во-первых, мы всегда чувствовали поддержку братского российского народа. Спасибо красноярцам. Это великое счастье для нас. Фильм был, правда, очень хороший, поздравательный. Можно подумать, кем можно стать в будущем. Теперь это правильно, что это сделали. Делают, помогают разным школам, разным людям. Очень хорошо, очень познавательно. Спасибо, что вы приехали. Я улетаю в Триполи, три дня, две пересадки. Пол сумки, снаряжение, старая тетрадка. Я улетаю в Африку навстречу с Бармалеем. Туда, где паковали суефана с шугалеем. Туда, где рядом с нефтью лают псы войны. Там, где качают вышки, нет уже давно страны. Прекрасная Луганская народная республика, прекрасный город Светуловск. Но на Донбассе много других прекрасных городов. Я сам из Мариуполя. В 2014 году вынужден был уехать, потому что весь русский актив, все русское движение подверглось жесткой чистке со стороны украинских спецслужб. Несмотря на то, что было в прошлом году, сегодня в Мариуполь не так страшно приезжать. За русским солдатом идет русский строитель. Россия – это не только танки, это не только самолеты, это только автоматы. Россия сегодня в Донбассе. Это еще и дороги, это дома, это медицинское учреждение, которое строится бесконечно. Играй гитара, со мной латинский ритм, я пару рифов завернул в гитарный риф. Тут диким гусем я летаю до зари. Со мною группа диких гусей, мы спасаем Рим. Играй гитарный риф. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...